Лейлуи нишмас Григорий бен Михаэль, Мишны суке пергимал Мишна эгей. Эсроик хагозуль вэхайовыш посуль. Вроде бы эта фраза у нас уже много раз встречалась. Эсроик, если он не принадлежит тому, кто собирается выполнять заповедь, называется Гозуль или Йовыш, то есть высох посуль. Таким итрогом невозможно выполнить заповедь так, чтобы она засчиталась заповедью. Ашеиро, шель иранидахас посуль. То же самое, мы это уже говорили. Ашеиро – это дерево, которому служили. Или ирнидахад, то есть этот итрог, его дин, шело, ли, срейфо, шель орло посуль. Опа, вот это уже что-то новое. Шель орло посуль. Если этот итрог, у него дин орло, то он тоже посуль. Будем разбираться. Шель трумы тмео посуль. Если это трума тмеа, то тоже посуль. Трума – это то, что отдается коину. И если это тме, то это посуль. Сейчас разберемся. Шель трумы тегойро лойтоль. А если это трума тегойро, то есть пусть он этим итрогом не выполняет заповедь. А если он выполнил? Посмотрим. Ве им нотль кошер. Отвечает Мишна. Если он все-таки это сделал. То есть итрог, он является трумы. И не просто трума тегойро. То есть коин его может кушать. Лехадхила альтасе. Митсва. Им итрог азе. А валь им асита. Асита. Кошер. Шель дмай. А если это дмай. То есть, скажем, под знаком вопроса. Или отделили трума тумасрод от этого плода. Или не отделили. Это дмай. Бэйс шамай поислену ваислены махширин. То есть тут есть разногласия. То есть, или это посуль, или это кошер. Шель майсер. Шель майсер шейни берушалаем лойтоль ве им нотль кошер. А если это майсер шейни. Это в Иерусалиме. То есть лойтоль. А если он, сутки, его взял и выполнил митсву, это кошер. Так. Что же нам скажет братануры на нашу мишну? Вот она, мишна. Гей. Окей. Значит. Шель орла ве шель трума тмея посуль. То есть до орла. Как бы все понятно. Мы об этом уже говорили с тремя предыдущими видами. А вот теперь орла – это что-то новое. Потому что этрок – это плод. Плод. А у плодов есть дин орла. Де омаркра сказала… Так у нас написано в Торе. Омаркра сказано в Торе. Улыкахтем влакахтем лахем. Возьмите себе. Ши-е рау-лахем. Видно, да? Вот здесь вот. Ши-е рау-лахем. Чтобы было. То есть это так написано влакахтем лахем. Возьмите себе. Там, где описано относительно четырех видов. То, что мы читали раньше. Ши-е. Чтобы это было ра-уй. Чтобы это было ра-уй. Как сказать ра-уй по-русски? Ра-уй. Ра-уй. Ну, подходила тебе. Значит, подходила тебе. Подходила вам. Чтобы ты мог этим пользоваться. Относительно орла. Мы сказали, что орла. Ты не можешь ее. Этот плод употреблять в пищу. То есть, если ты не можешь употреблять в пищу. То есть, он ла-ра-уй-лыха. Это не для тебя. То есть, ты не можешь им пользоваться. Тогда вообще не бери его. Дальше. А-а-трума-тмэя. То есть, здесь он ничего не говорит. Вот. А-а-трума-тмэя. То есть, я тебе поясняю, что трума-тмэя. Трума-тмэя, насколько я помню. Значит, куаним ее не ели. Потому что она тмэ-а. Трума-тмэя. То есть, ну, затумилась. Тума-тмэя. Но. Но. Ею можно пользоваться для асака. Асака – это разжигание. То есть, для обогрева, например. То есть, употреблять в пищу нельзя, а использовать как топливо можно. То есть, как бы, с одной стороны, эта вещь, она... То есть, если этрок является трума-тмэя, то есть, ее есть нельзя, но ее можно пользоваться. То есть, она ра-уй. Ра-уй. То есть, подобает. То есть, ее можно с ней что-то сделать. То есть, несмотря на это, тоже запрещено. Итак, орла и трума-тмэя запрещено. Вот, повторюсь, орла, потому что, в принципе, ее нельзя кушать. То есть, этрок негоден к употреблению. А трума-тмэя тоже нельзя кушать коину. А кроме коины никто не имеет права ее кушать. Ну, даже коин не может кушать. Хотя он может ею пользоваться как топливо. Все равно учим из этого псука, что лахэм. То есть, она должна поиспользоваться по назначению в имноталь кошер. Про что сказано в имноталь кошер? Да, повторюсь. Так. Шель орло посуль. Шель трума-тмэя посуль. Шель трума-те-гойро ло-йтоль в имноталь кошер. А вот, если взял трума-те-гойро, трума-те-гойро, то изначально ты не трогай. А если ты взял и трог, и выполнил заповедь, то защитывается. Бертонор поясняет. Шарэ ежба эгэтр ахилы. То есть, как бы так. То есть, что получается? Получается, что трума – это для коина. Вот. То есть, поэтому ты не бери. Это пища. То есть, ты не можешь это использовать. То есть, это коина принадлежит. Но, общее правило такое, что если, в принципе, его можно, то есть, не только тебе вообще, использовать по назначению, то ты тоже выполняешь этим заповедь. Поэтому Бертонор поясняет. Поскольку, в принципе, Коин может это кушать, и, в общем, всё нормально с этим эдрогом, это трума-те-гойро, то есть, как бы, если ты выполнил ею заповедь, то защитывается. Выполнил. Окей. Увесь дальше. А что значит «весь хилл и махширин»? Повторим, что у нас смешнее сказано. Шэль орло посуль, шэль трума тмейо посуль, шэль трума тэгойро ло-ййтоль, выемноталь кошер. То, что мы только что сейчас сказали. Вот. Дальше. Шэль дмай. Опа. Теперь мы перешли на дмай. Скажем так. Амха-арец. Амха-арец, который… Ну, амха-арец, да, считается… Это категория людей, которые не являются талмидей хахами. Скажем так. Есть амха-арец, талмид хахам. Вот. Амха-арец в этом понятии. Так вот. Амха-арец считается, что как бы ров амха-арец меасрим, то есть большинство. Амха-арец. Те, которые не талмидей хахамим, они выполняют законы Торы. Изначально амха-арец, то есть те люди, которые не талмидей хахамим, они отделяют Трумут и Масрот, всё как правильно, всё делается. Но есть такие из них, меньшинство, которые не отделяют это правильно. И поэтому мудрецы и постановили, что если, скажем, амха-арец продаёт свой урожай, то это считается дмай. То есть ма-э-ги. То есть под вопросом, что это? Насколько я помню, если не ошибаюсь, дмай-дмай-ги. Что это? То есть под вопросом, это от него отделено Трумут и Масрот, как надо или не отделено? Повторюсь. То есть несмотря на то, что большинство Амхарец отделяет Трумут и Масрот как положено, всё равно устрожили мудрецы и сказали, что вот если ты взял у Амха-арец дмай, то ты от него отдели Трумут и Масрот. Если этот рог, ты приобрёл у такого Амха-арец, это имеет статус дмай, по идее, тогда, тогда, да, то есть его нельзя употреблять в пищу, пока не отделил Трумут и Масрот. То бей-шамай послим, говорим, нет, не выполнил заповедь, а бей-шамай послим, говорим, это выполнил заповедь. Сейчас мы это сотрем и посмотрим Бартануры, что он потом скажет. Опа! Так вот, у вей-селэль махширин, бе-га хазэй ле-аниим, опа! Что хазэй? Хазэй – это то же самое, что и ра-уй, ну, подобаит, я не знаю, как красиво по-русски сказать, что это пригодно, о, пригодно, что это пригодно для бедноты. Махилин эсэга аним дмай. То есть вот бедных можно кормить дмаем, вот такими плодами, которые от амха-арец, и от которых не отделили, скажем, и от которых человек не отделил, ну, как бы повторно, Трумату Масрот. Этим можно кормить бедных людей, потому что, как я повторюсь, ров амха-арец Масрин большинство отделяют, и мы не устражаем, когда вот в каких-то случаях. То есть, поскольку дмай есть у него, как бы его можно использовать по назначению, то есть употреблять в пищу, кому? Бедным. Даже не только бедным, неважно, но в принципе можно? Можно. То есть, поэтому бейталер мах-шрим, а бейшамай послим. Дальше. И теперь, и майсер ши, еще раз повторим, и вот отсюда. Шель орла посуль, шель трума тмейл посуль, шель трума тегойро, ло-йитоль веимно талькошер, шель дмай бейшамай послим васили мах-ширин. Это только что мы это выяснили. Шель майсер шейни берушалаем. Опа, майсер шейни. От урожая первое отделяет труму, трума. Значит, после того, как отделяет труму, отдали коину, отделяет майсер ришуин. Майсер ришуин отдает леви. Теперь отделяет майсер шейни, оставляет себе. Но не для того, чтобы скушать, а для того, чтобы отнести или отвезти в Ярушалаем и там скушать. То есть, это мое. Я это, да, но я это кушаю в Ярушалаеме. Вот. Значит, кроме третьего и шестого года семилетнего цикла, потому что в третьем и шестом году отделяет не майсер шейни, а майсер они. То есть, отделяет, то есть, как бы... Отделяет и отдаёт его бедным. Окей. Ахшав майсер шейни беру шалаем лови, то ли вы внутрь кошер. То есть, если майсер шейни, ты находишься в Ярушалиме, и вот у тебя майсер шейни, ты его не бери, не используя с ним митцву делать, а если сделал кошер. Браталому поясняет. А валья хуц леру шалаем лово. Ты находишься в Ярушалиме. И ты этот и трог можешь скушать. Вот. То есть, очевидно, я так предполагаю, что это майсер шейни, так возьми его и скушай, митцву сделаешь, скушаешь майсер шейни, беру шалаем. Но если ты решил сделать его лулав, и с ним лулав, тогда... Тогда это кошер. Несмотря что лихатхил изначально надо бы скушать. Но, если Браталу поясняет, дальше продолжает как бы, да, но, а вальхуц леру шалаем, а если ты не в Ярушаламе, ло, нельзя. Потому что требует тура лахэм. То есть, вам возьмите себе. А тут не получается, что ты себе возьмешь. То есть, чтобы это было пригодно для прямого назначения. А ты за пределами Ярушалайма не сможешь его съесть. Потому что майсер шейни нужно есть только в Ярушалайме. За пределами Ярушалайма его есть нельзя. Это Бартануре к Мишне Ахей, к пятой Мишне Ахей, к пятой Мишне